Матч с первой лигой 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 Замены были, сразу пять замен сделали, хорошо, как бы не успели заменить. Не то, что не успели, а хотели заменить. Начали 10 минут, второго тайма, думаю, сейчас три замены сразу сделаем, потом еще две. То есть это плановое, это независимо от результата было. Два дня до календарной игры, поле тяжелое, вот эта опасность, то, что не восстановят ребят. Краснов очень хорошо играл, Родиона очень хорошо играл, Хохлоп очень, это ключевой игрок у нас. Мы их заменили, потому что нам важна была игра с Орехова-Зуева. Ну, такой, наверное, комментарий. Эпизод, который решил судьбу этого матча, удалось ли его посмотреть? Ну, конечно, удалось решать, конечно, судье, но когда у футболиста руки внизу и попадает мяч вот сюда, предплечье, да, я не знаю, как они трактуют, рука, не рука, поставил пенальти. Я понимаю, когда надо, да, в сторону там, можно понять здесь, нашел, наверное, какой-то момент, да. Потом сейчас Базилиюк подрабатывает, ну, явно было видно, рукой подрабатывает, не дает. Ну, это ключевой момент, они и сыграли. Ключевую роль в игре, как бы, в победе, да, понятно, они сильнее, они хорошая команда, прям классная, уважая тренера и футболисты квалифицированы, все. Ну, это ключевой момент в игре. Два дня до матча с Орехов, вот вы упомянули, что тяжело будет восстановиться, физически, морально, наверное, тяжело будет восстановиться после такого поражения. Ну, конечно, поражение немножко, да, если, знаете, как, в виду явного там закончили, понятно, да, а тут обидно, 1-0 вроде, и хотели, и могли, и все было рядом. Ну, постараемся, постараемся восстановить, поблагодарил футболистов за самодачу, молодцы, молодцы, я же говорю, уровень, конечно, чувствуется, да, но все равно что-то компенсирует, какие-то моменты. Ну, будем восстанавливаться, единственное, вот это поле тяжелое, потому что сырое, дожди льют, вот это беспокоит, как бы нагрузка очень серьезная, и вдовое суток осталось. Ну, с другой стороны, наверное, вот уже вторая игра на тяжелом поле, при Тарехово, со своего легкого искусственного поля. Нет, они тур пропускали, они посвежее будут, мы-то играем все время через три на четверть, через ряд это накапливается. Я еще планировал защитника поменять, не Лобзина, защитника поменять, ну, вот так сложилось, что вот так. Коллеги, вопросы? Да. Как считаете, чего за победу не хватило? Ну, гола, наверное. А если в тактическом плане? Ну, в тактическом, в принципе, мы готовились к другой игре, да, посмотрели последнюю игру с Нижнекамском, не так играло, накроно, совсем не так. Ну, мы особо и варьировать-то не можем, какими тактическими вариантами, потому что у нас совсем ограниченный состав, вот, они совсем по-другому играли сегодня. Вот, по ходу быстро разобрались, там, в течение 10 минут начинали пять, три защитника центральных, один напорник, четыре полузащитника, два нападающих мы начинали. Потом посмотрели, это не подходит. Вот, пять защитников, четыре полузащитника и один нападающий. Вот, перекрыть надо было зоны. Ну, по-другому, по-другому Акрон играл, не так, как в предыдущей игре. Ну, мы перестроились, вроде так, более-менее что-то было. Ну, понятно, что уровень, допустим, Савичева, да, видели, да, какие ускорения делают, какие рывки, и тут надо было сдерживать, сдерживать его. Плюс Шакур еще, как бы, с таким дистанционной скоростью высокой. Ну, понятно, что игроки, как бы, высокого, высокого класса, как бы, для нашего, да, вот, по сравнению с нами. Ну, я не помню, чтобы такие моменты были в первом тайме. Ну, в первом тайме, вот, после подачи угла опа, он, в самом начале, буквально, вторая минута, опасный удар, семена рукой белого головного. Ну, что-то, что-то, да, там, такое. Ну, я думаю, игра получилась, кубка напряженная и такая, да, интересная. Не было, что, вот, прямо, они спрятали мяч, и мы его не видели, там, 75 минут выгрызались иногда. Я Зударикова поменял, потому что, поменял, потому что у него, у нас один нападающий, больше его, больше нет. Поэтому, пытались, как бы, и сценарий про сегодня, да, и эту игру нужно, и восьмого числа, больше думали о ней. Ну, в плане стратегии на сезон, следующая игра, она опасная. Приезжает аутсамер? Ну, приезжает, встретим. Которым надо обыгрывать? Так надо всех обыгрывать, согласен. Еще вопрос, коллеги, не планируете переходить на искусственный про? Планируем, сейчас вот сыграем восьмого и перейдем на искусственный, потому что там у нас осталось две игры, пятого и тринадцатого ноября. Конечно, планируем. Мы на нем не тренируемся уже, наверное, недели три, потому что дожди, 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 и нам не дают тренироваться, и смысла нет. Оно, конечно, вязкое, но такое тяжелое, поэтому перейдем, перейдем на искусственное. Слава Богу, ездить тренироваться. Еще вопросы? Команда сильно расстроилась? Конечно, конечно, конечно. Они очень расстроены, прям очень расстроены, видны. Ну, видели концовку, да, концовку мы хотели, мы вот поддавливали, и соперник начал чуть-чуть, как бы, осторожней, чем больше длинных передач. Ну вот, да, расстроились. А по травме есть какая-то информация? Ну, там прям серьезно. Перелом голеностопа. Перелом голеностопа, прям кость, я не видел, там доктор сказал, кость как бы не открыта, но прям, наверное, это будет гипс, это, наверное, будет аппарат Елизарова, наверное, вот этим все закончится. Жалко. Вот это самое обидное. Не поражение тогда, а вот самая обидная травма у нас Андреев, Лобзин, сейчас Поляков только подошел. А самое обидное родителям Лобзина, которые сегодня приехали, у отца сегодня 50 лет, и вот такая ситуация. Он приехал в Питер, мы играли весной, ему перелом носа. Он сегодня второй раз приехал, я говорю, не приезжай больше. Как ребятам спасибо, спасибо за труды и, ну, хорошая жизнь. Александр Николаевич, спасибо за кубковый сезон, бьемся в чемпионате. Субтитры сделал DimaTorzok